Значит, мне 10 лет, 10-11, меня отправили в пионерский лагерь. Мама собрала чемодан, что-то мы даже, помню, ездили на рынок, покупали какие-то фрукты, потом ходили в центральный универмаг, покупали какие-то вещи мне. В общем, был огромный чемодан вещей. Мы ехали на поезд, где-то было Азовское море. Как сейчас помню, назывался пионерский лагерь «Салют». Кстати, даю клич, кто живет в Украине, кто в этом лагере в пионерском отдыхал. Пионерский лагерь «Салют». Может, и вспомните этот лагерь, а может, вы меня и знаете, просто мы со возрастом меняемся. Девочки, подумайте, ну и мальчики тоже, конечно. Значит, рассказываю. Приехали, нас поселили по... Это сейчас называют номера. Раньше назывались палаты. Ну, по-моему, я даже не знаю, как назывались. Корпус, палата. Нас там, по-моему, человек по шесть, по восемь. Вот этот момент я очень смутно помню. И я уже там была не первый раз. И я знала, что необходимо брать пионерский лагерь. Я была дисциплинирована. Я была за пивалом. Я пела. Короче говоря, один день нас ведут на пляж, один день нас ведут в лес. И вот в этот день, в день приезда, нас повели на пляж. Нет проблем, нет проблем. Надеваю плавки. Ну, надела плавки с купальника. Ливчик не нашла. Не нашла, не нашла. Сколько там? Мне 10-11 лет без задней мысли. Оделась сверху платьица и побежала. А почему так я легко к этому относилась? Я жила с бабушкой, с дедушкой. И я все время бегала в платье или в одних трусах. Мне это было нормально. Никого вокруг нет. Рядом река. Ну, короче говоря, не научили, не воспитали. Или просто какая-то такая халатность. Или просто мама забыла. Я до сих пор этих вопросов я не задаю. Потому что, ну зачем, чтобы она нервничала. Может, когда-то и спрашивала. Пришли мы на пляж. И нас... Я уже в плавках в этих хожу и без лифчика. Ой, друзья. Я и нас почему-то в первый же день решили на море сфотографировать. Прям мы стоим по коленам в море. И я понимаю, что у меня это место не прикрыто. И я понимаю, что у меня на этом месте уже есть камушки. Ну, я думаю, это можно рассказывать. Потому что, что здесь такого, это нормально. И все девочки тоже, как и я, плоскенькие. Плоские-плоские. Но у них есть вот эта вот накидочка. Просто накидочка вот такая. А у меня нет. Боже мой, как же я расстроилась. Как же я расстроилась. Как же я... Ой, боже мой. До сих пор. Я вспоминаю это до сих пор. Вы знаете, у меня это травма. До сих пор это травма. Я расплакалась. Я начала плакать. Я рыдала. Я ревела. Ко мне подошел врач с пионерского лагеря. Вот этот, который там... Или то любит брат. Я уже не помню. Говорит, Наташенька, почему ты плачешь? Я ему объяснила ситуацию. По-моему, я уже рассказывала вам. Но все равно я все время это часто повторяю, повторяю, повторяю. Я говорю, так и так объясняю, что у меня нет вот чем прикрытия. Я говорю, зачем прикрытия. Называю там грудь. Знаете, назывался ребенок. Называет вещи своими именами. Ну, короче, решили этот вопрос, да. Решили это все. Где-то мне нашли, пошли купили. Короче говоря. Но, успели же сфотографировать. И вот все девочки стоят. Ай, в купальниках, как положено, одна я стою в трусах, в плавках от купальника. И у меня там такая поза, знаете, плечики я вжала. Я худая, худая. Такая, знаете, вот так вот стою. Глаза некуда деть. Ну, видите, успели сфотографировать. И эту фотографию дали мне. Я не знаю, по какой причине я до сих пор эту фотографию не выкинула. Я помню, что я постоянно в футболе куда-то. Куда-то задеваю. Но вот вы знаете, мне до сих пор какая-то вот травма. Что я вот так не... И как-то не так вы... Не такая, как все. Понимаете? Не такая, как все. С другой стороны, почему мы должны быть такими, как все? Почему мы не должны быть индивидуальны? Да, это крайность, конечно, что я в 10 лет, и мама мне не положила. Скорее всего, наверное, и не было. Просто были плавочки. Мама не досмотрела. Это, конечно, большой минус. Но потом, знаете, как Советский Союз, пионерия, пионерский лагерь. Ой, не дай бог, ребенок отличается от других детей. Это проблема. У меня была еще проблема постоянная такая. Знаете, у меня уже в первом классе была ножка 37-го размера. 37-й, представляете? Она у меня сейчас 38-й, но вот так выросла нога. Вот есть такое. Если, знаете, когда вот в рост пойдут дети и останавливаются. А есть маленький-маленькая-маленькая, потом как фуганек в 10-м классе. И не догонишь, понимаете? И вот знаете, что я вспомнила? И помню, линейка. Нас директор собирал. Все на линейку. И меня выставили на линейку. И начали мне говорить, что посмотрите на нее. Я не буду называть свою фамилию. Потому что мои подписчики знают, какая у меня фамилия была. Ну, лишний раз не буду называть. Посмотрите на ее внешний вид. А у меня какой внешний вид? У меня школьная форма. А раньше как? Если большой размер, уже каблучок. И у меня туфельки были на каблучке. Не на шпильке, не на танкетке. А просто вот такой квадратный каблучок. И меня выставили на эту линейку. И начали порицать, начали ругать. При всем, при всей, при всей школе. Посмотрите, как неправильно. Посмотрите, как не должен выглядеть октябренок. Посмотрите, как не должен выглядеть пионер. Друзья, как мне было стыдно. Вот как мне было стыдно. Я думаю, боже мой, что уже не со мной делали. Как они ломали мою психику. Вы представляете? Как мне ломали мою психику. Я это сейчас рассказываю. Потому что я вспомнила, смотря фотографии. Потому что Люда мне сказала, чтобы я находила ее детские фотографии. Представляете, друзья? Потом мне прокололи уши в 6 лет. Наделись золотые сережки. Я их кому-то подарила. Вот такая добрая душа. В детском садике я кому-то подарила сережки. Понимаете? И так получилось, что эти сережки мне не удалось вернуть. Я молчала. Я упрямилась. Я не признавалась, кому я подарила. И этот человек, кому я подарила, тоже молчал. Но мы договорились не сдавать друг друга. Зачем мы будем сдавать? В общем, эти сережки где-то пропали. Они такие были, знаете, маленькие. С Александритом таким сиреневым. И тут, о боги, мне исполнилось 8 лет. И мама мне на день рождения накрутила волосы. Это было 9 мая. И надела на меня сережки. Это был ее подарок. Я никогда не забуду, когда я пришла в школу. Это был третий класс. 8 лет мне было. На 9 мая. А мне день рождения. У меня накручены волосы. Такая красивая. И так сережки я еще, знаете, делаю, чтобы видно было. Они маленькие, маленькие. Такие маленькие. По-моему, гвоздики. Это как же, Шлибанку, психику надо было поломать. Меня, и в мое день рождения. И мы должны были идти, на мне был галстук, белый передник, школьная форма, прессированная. В общем, красиво было. Ну, как мне казалось, очень красиво. У меня такой еще был гипюровый белый передник. Галстук такой, мамочка, мне его так хорошо выгладило. По-моему, даже на мне его еще и подкрахмалило. Такой, знаете, пульверизатор был, можно, чтобы он стоял, чтобы было модно, чтобы вот эти вот хвостики, такая подушечка была, чтобы они так вот были распространены. Эти два хвостика красиво лежали. Так они на мне красиво лежали. Опять меня. Иди сюда, иди к доске. Меня опять к доске. Я прямо расстраиваюсь сейчас. С меня эти сережки прям сорвали в мое день рождения. Отвели к директору. Я плачу, я зареванная. Немедленно маму вызвать в школу. И тут в кабинет заходит преподаватель физкультуры Виктор Степанович. Царство ему небесное, его уже нету. И Михаил Сергеевич Гутман, баянист, он нам биологию еще преподавал. И говорит, что здесь происходит? Почему ты, Наташенька, плачешь? А я в кабинете директора. Рыдаю, реву, меня ругают. Как ты могла? Ты же октябренок. Октября-то так себя не ведут. И вспомнили мне и туфли, вспомнили мне все. И Виктор Степанович, у него такой был костюм и свисток всегда. Всегда свисток и мячик. Такой мячик у него был. Знаете, ни белый, ни коричневый. Такой черный, грязный, грязный, зашитый, заштопанный. Как сейчас, помню. И он говорит, Наташенька, обнял меня, обнял. Наташенька, выйди с кабинета. И знаете, я вышла с кабинета. И где-то сразу он выходит. У него такие большие, красивые, теплые руки. Он так кулак раскрывает. Говорит, на, не плачь, не расстраивайся. Тебя больше никто не будет ругать. Боже мой, какое мне было счастье, что не надо маму в школу приглашать. Что меня больше не будут ругать. Короче, я уже потом со временем узнала. Это он, это мою маму встретил и рассказал, что, говорит, Вера, не переживай. Я ей сказал. Я ей сказала, такая Любовь Трофимовна была. Вот Сергей Сергеевич потом пришел, хороший директор. Это Любовь Трофимовна. Она такая была. Недобрая, очень злая женщина. Понимаете, такая злая женщина. Я ее так потом боялась. Я чуть ли не уписывалась, когда ее видела. Понимаете? Я ей сказала, что вы с ребенком делаете. Что вы с ребенком делаете. Вы же знаете. Петь она, театр она, гимнастика она, волейбол она. Она, девочка высокая ростом. Везде я. С меня, Виктор Степанович, я даже с уроком помню, заболела та девочка, которая должна была на брусьях выступать. Он мне пару упражнений показал. Говорит, у нас межрайонные соревнования. Надо на брусьях выступить и на бревне. И что вы думаете? Я пошла и на брусьях сделала упражнения. Мы с ним день позанимались. И на бревне. Вот это он меня так защитил. Представляете? Я вот думаю, боже мой. Да, я очень скучаю за детством. Но вот эта вот начальная школа, когда ломали психику, когда вот эти сережки, эти каблуки. Потом тетя моя приехала из Германии с мужем. Их от завода направили в коммунистический Берлин. Еще тогда был. Когда-то Берлинская стена еще была. И она привезла мне много-много жвачек. Не только мне. У нас много было у нее племянников. У бабушки было шестеро детей. И все уже поражали. У всех по двое. Только я одна была у мамы. И я же, естественно, принесла в школу эти жвачки. Угощала детей. Ножничками резала. По кусочку. Чтоб хватило всем по кусочку. Не вот эти, знаешь, как конфеты. А вот эти вот пластиночки белые. Я, честно говоря, уже не помню, как они назывались. Ну, не важно. Красили их и в чернила, и в красные, и в синие. И жевали. И я помню, что мы жевали и друг другу давали, чтобы пережевывать. Я почему так расстраиваюсь? Потому что, вот знаете, дети сейчас не так растут. Вот совершенно не так дети сейчас растут. Сейчас все доступно. Сейчас все можно. И опять меня к доске. Кто принес жвачку? Естественно, дети как дети. Дети как дети. А это вот она принесла. Она принесла. Опять меня к доске. Опять меня к директору. Сказали, что мне будет в жизни очень тяжело. Что я очень нехороший человек. Что я буду разлагать любой коллектив. Внушали мне. Внушали. Это было все в начальных классах. Что с меня не вырастет нормальный человек. Представляете? Вот такие вот вещи мне говорили. Опять слезы. А как я могла не принести? Понимаете? Я понимаю так. Вот у нас была в школе одноклассница Лариса. Она приносила красивое всегда красное яблоко. И ложила на парту. И это яблоко лежало. Весь урок у нее. Первый, второй, третий, четвертый, пятый урок лежало. У нее это яблоко. И она никогда никому не давала ни кусочка. Знаете, как дети откусить? Нет. И все знали, что у нее бесполезно просить. Но знали. Если я что-то принесу, я всегда поделюсь. Если одну жвачку я ножничками резала и деткам раздавала. Ну, а дети, знаете как, быстренько рассказать, кто принес. И я что, я пришла хвастаться. Я же угостить деток, угостить своих друзей, дружбанов. Так вот, знаете, я вспоминаю, вспоминаю. И я раньше приходила со школы и всегда жаловалась маме. Жаловалась. Понимаете? Прямо я обеничала. Вот меня тот обидел, тот меня обидел, тот меня обидел. Мама, прямо, знаете, как жаловалась. Я искала помощи. А потом мне мама сказала, говорит, ты знаешь, говорит, Наташа, если что, говорит, даже у морду давай. Не смотри. Вот прям так и сказала, говорит, хватит. Я, говорит, не набегаюсь, говорит, в школу тебя защищать. Ты, говорит, девочка, говорит, уже большая. Пора за себя, говорит, бороться. Что ты, говорит, собренно кулак наматываешь? Что ты, говорит, мне постоянно все рассказываешь? Давай, давай. Давай, ты уже расти. Решайте проблемы сама. Вот Люда никогда меня не жаловалась. А я, ну, была, наверное, психика разбита. Разбили. Успели мне ее разбить. И вы знаете, я драться не умела. Но кто меня обижал, а я девочка высокая. Но я никогда не могла обидеть. Я никогда не могла обидеть, чтобы я кого-то ударила, чтобы я кого-то оскорбила. Нет. Но когда я чувствовала, что на меня уже напор, или темную в туалет. Да, эти темную в туалет. Сейчас мы ее сделаем. Потому что у меня фартук не тот. Потому что у меня манжеты в горошек. Потому что у меня форма плессированная. Потому что у меня каблуки. Потому что у меня я браслетик себе сделала. Из маминых бусиков. Потому что я булавочку повесила. Все, что надо сделать, темную. И я делала грозный, грозный вид. Мамочка, привет. Делала грозный, грозный вид. И шла вот так вот на них, знаете, как будто, знаете, как мультики. О, бьё! И все стороны разбегались. И делали вид, что меня очень сильно боялись. И мне это помогало. Вот. Ну, а потом, когда уже... Когда я поступила... Я была в третьем классе. Я поступила в музыкальную школу. И там имела большой-большой успех. И всегда, когда концерты... Ну, я всегда пела. А тут я еще... Ой, извините. Волос размазался. Ой, извините, пожалуйста. Ну, ничего. Что я там буду? Ради бога. Мало того, что поет. А еще и играет. Но это уже была совсем другая история. Там уже была другая война. Другая война. Война за внимание. Война... Мы уже были подростками. Была совсем другая конкуренция. Уже более анализированная. Более прагматичная. Чего я так это все вспомнила. Потому что, смотрите. Мы с детских лет. С детских лет у нас идет... Только выходим мы в социум. У нас идет борьба. Борьба за равенство. За первенство. За отстаивание своей позиции. За отстаивание своего я. Пусть такого маленького. Пусть такого трогательного. Трогательного. Но своего я. И вот что я могу сказать о школе. Я ненавижу школьные годы. Ненавижу. Но... Почему я вспоминаю с теплотой школьные годы? Это занятия музыкой. Это Виктора Степановича. Занятия физкультурой. Это Михаила Сергеевича Гутмана. Занятия биологией и химией. Потому что мы не занимались биологией и химией. А он нам рассказывал военные рассказы. Это моя классная руководитель Галина Николаевна. Очень трогательная женщина. У нее не было детей. И она всегда думала, что мы ее собственность. Мы ее дети. Ох, она нас трясла. Ох, трясла. Но благодаря этой женщине мы в этой жизни хоть что-то стали понимать. Потом, кого я еще очень сильно оценила. Свою первую учительницу или Елену Романовну, которая кидалась на меня мелом, чтобы я замолчала. Я вспоминаю это с такой любовью, с такой трогательностью. Это 9 мая. Парад. Это 1 мая. Демонстрация. Вот отношения с одноклассниками. Никогда не были ровными. Никогда не были ровными. Ну, не буду об этом вспоминать. И это, знаете, как просто, чтобы вы тоже, знаете, вспомнили свои школьные годы. Потому что детство, детство. Всем родом из детства. Всем родом из детства. Вспомним. Такой вот случай. Такой вот случай. Мне говорят. Много ты рассказываешь на канале лишнего. Много личного. Но это мой канал. И что считаю нужным, то и рассказываю. Потому что много хочется людям сказать. Хочется много сказать. Политика нельзя. Религия нельзя. Любовь тоже нельзя, как показала по комментариям. Ничего нельзя. А жить можно.